Добрый вечер! В среду и воскресенье мы показываем вам наиболее яркие и интересные матчи с участием футбольного клуба «Сергиевск» в первенстве Самарской области среди команд муниципальных районов, а также игры внутреннего турнира муниципалитета чемпионата «Сергиевского района». Вот к данному соревнованию мы сегодня вторую неделю подряд и обратим свой взор, поговорим о матчах чемпионата «Сергиевского района». На Суходольском стадионе «Олимп» сошлись лидер нынешнего сезона, команда «Скиф», подопечная Андрея Петрова и коллектив Кирилла Григорьева «Буровые технологии». Сумеет ли бронзовый призер 2015 года навязать борьбу явному фавориту? Вот это мы сегодня и посмотрим, друзья. Итак, стартовый свисток прозвучал совсем недавно. Игра началась, состоялась на 30 августа на Суходольском стадионе «Олимп». Команда «Скиф» вышла на игру в форме бело-синего цвета и владения лидера нынешнего сезона справа в первом тайме по телевизионному экрану Павел Куликовский только что сейчас выбил мяч в поле и начал первую атаку своей команды. «Буровые технологии» играют в бордово-голубой форме владения Александра Николаева, основного вратаря футбольного клуба «Сергиевск», выступающего в первенстве Самарской области, в первом тайме слева по телевизионному экрану. Но наверняка сегодня именно Александр Николаев станет главным действующим лицом. Это произойдет в том случае, если «Скиф» будет контролировать игру, будет много атаковать. А в этом нет никаких практически сомнений, потому что команда «Скиф» каждую игру выходит исключительно с боевым настроем, исключительно с задачей забить как можно больше мячей. Ну а как, с каким еще настроем, с какой еще задачей может выходить команда, которая является по сути базовой для футбольного клуба «Сергиевск», выступающего в первенстве Самарской области. О составах я расскажу немного попозже. Ну а сейчас пока Кирилл Григорьев вел своих партнеров вперед. Десятый номер забрасывал мяч в район штрафной площади, но там Павел Куликовский сыграл надежно. А сейчас на восьмой минуте Сергея Махова уронили в непосредственной близости от штрафной площади «Скифа» и штрафной удар назначен в ворота лидера. Сергей Махов пробивает, бьет, перебрасывает через стенку и мяч в сетке оказывается. Вот так, друзья, на девятой минуте 77-й номер. Сергей Махов неотразимый штрафной исполнил и вывел свою команду вперед. Буровые технологии открывает счет 1-0. Ну а Павел Куликовский в этой ситуации ничего не смог поделать. Нередко так случается, что Павел Куликовский пропускает подобные мячи. Это было и в встрече с нефтяником в первом круге. Это наверняка такое происходило и в других поединках нынешнего сезона. Да и в предыдущих сезонах также Павел Куликовский не отличался особой прыгучестью. Поэтому пробить, пробить нужно голкиперу чуть подальше от середины. И тогда есть возможность того, что гол будет забит. Ну а пока «Скиф» спустя две минуты легко и непринужденно восстанавливает равновесие. Десятая минута матча. Андрей Петров получил передачу от партнера практически во вратарской площади. И счет матча становится уже 1-1. Быстро футболисты «Скифа» пропустили, но также стремительно отыграли пропущенный мяч. Ну а сейчас Артур Яковлев, который в предыдущем матче получил сильное повреждение, но вернулся в строй. Вернулся, причем он в выходные отыграл в Перемистой Самарской области. Даже гол забил. Сейчас он не смог поразить цель. Ну а Сергей Белов в ответ на 14-й минуте делает счет матча 2-1 в пользу «Скифа». «Скиф» не только выровнял ситуацию, но уже и вышел вперед. 2-1 полосатые ведут. И Кирилл Григорьев, ну естественно, Кирилл Григорьев расстроен. Начало матча прошло бурно с забитыми мячами. Сначала у буровых технологий отличился Сергей Махов. Со штрафного великолепно исполнил он стандарт. Ну а затем Андрей Петров и Сергей Белов сделали результат матча 2-1 в пользу команды «Скифа». Ну а сейчас давайте я расскажу о составах играющих сегодня команд. Пока есть у меня на это время. Итак, начнем с буровых технологий. В воротах Александр Николаев, полевые игроки Михаил Шохин, Роман Ешанов, Данил Башко, Александр Гречишников, Сергей Махов, Александр Зайцев, Александр Тамбовский, Кирилл Григорьев, Артур Яковлев и Максим Лукьянов. У «Скифа» в воротах Павел Куликовский, я уже это говорил, Евгений Куликовский в обороне играет. В предыдущей передаче я сказал, что он защищает цвета Урса, но нет, я ошибся, он в этом сезоне играет за команду «Скиф». Григорий Долганов, Павел Купряев, Денис Гаврилов, Руслан Канеев, Камо Броян, Андрей Петров, капитан команды и главный тренер Игорь Камайкин, Сергей Белов и Иван Гришин. Вот стартовый состав команды «Скифа», ну а на 27-й минуте Игорь Камайкин, 17-й номер, делает результат уже ощутимым в пользу своей команды. 3-1 «Скифа» выигрывает и здесь футболисты буровых технологий уже ничего не смогли поделать. Растет, растет перевес в пользу «Скифа». Чуть больше 15 минут остается играть и штрафной назначен в ворота «Скифа». Сейчас есть возможность у буровых технологий для того, чтобы забить второй мяч. Александр Гречишников пробивал, но попал в стенку и теперь контратака в исполнении полосатых. Великолепно, Сергей Белов получает мяч. Сейчас он ворвется в штрафную площадь, Даниил Башко пытается перекрыть ему траекторию, но пробивает все-таки Сергей Белов. Александр Николаев играет надежно, выбрал правильную позицию, отразил этот удар и второй выстрел у Руслана Канеева. Не получился, мяч мимо прошел. Ну а сейчас буровые технологии в атаке Сергей Махов, 77-й номер, пытается пробить поворотом. На сей раз Павел Куликовский сыграл надежно, ну и снова отвечали футболисты «Скифа». Руслан Канеев бил и снова мяч пролетел. Обмениваются, обмениваются команды опасными ситуациями. Снова сейчас Сергей Белов наносил удар низом. На исполнение пробивал 11-й номер команды «Скиф», но мяч пролетел мимо Александра Николаева, и защитники сыграли уверенно. А это Игорь Камайкин не сумел реализовать еще одну возможность для взятия ворот. Счет остается прежним. Счет 3-1 в пользу «Скифа». И, как мы видим, концовка первого тайма проходит с большим территориальным и игровым перевесом команды «Скиф», команды в полосатой форме. Сергей Белов на исходе первой половины не забивает. И вот на этом первый тайм завершен, 45 минут позади. С отсчетом 3-1 «Скиф» выигрывает. Начинаем рассказ о наиболее ярких фрагментах второго тайма матча чемпионата Сергеевского района, в котором футболисты «Скифа» на Суходольском стадионе «Олимп» встречаются с буровыми технологиями. Первыми открыли счет в этом матче именно буровые технологии Сергей Махов на девятой минуте. Великолепно исполнил штрафной удар, но затем трижды, трижды поразили ворота Александра Николаева. Подопечный Андрея Петрова сначала сам капитан забил, затем Сергей Белов и потом Игорь Камайкин. И сейчас снова Игорь Камайкин на 48-й минуте после великолепной передачи партнера с правого фланга делает результат в этой встрече. 4-1 в пользу «Скифа». Нет уже никаких сомнений, что действующий чемпион победит в этом матче, разве что чудо произойдет. Набирают, набирают обороты полосатые. Начали они ни шатка, ни валка, пропустили первыми. Но сейчас уже могут позволить себе расслабиться, могут позволить себе отдохнуть, потому что середину этой встречи они провели просто феноменально. И ни Александр Николаев, ни Кирилл Григорьев, ни Сергей Махов ничего не смогли поделать с настойчивым и таким мастеровитым нападением команды «Скиф». «Скиф» доминирует, команда на голову сильнее, «Скифу» предстоит на следующей неделе важнейший матч с турнирной точки зрения. «Скиф» сыграет с «Нефтяником» и от этого поединка будет зависеть практически все. Судьба чемпионства, потому что «Нефтяник» потерял очки в чемпионате, только проиграв в первом круге именно «Скифу» со счетом 4-3. Матч первой половины турнира получился сверхнапряженным, невероятно интересным. Будем верить в то, что и игра второго круга получится такой же. Мы, естественно, не пропустим сие действия, обязательно покажем вам либо выпуски новостей, ну а может быть и в рамках программы «Овертайм», кто знает. Как видим, последние две недели в чемпионате Регисского района проходят интересные матчи и грех их не показывать, поэтому мы сконцентрировали все свое внимание именно на внутреннем чемпионате. Ну и так получилось, что «Буровые технологии» у нас были неделю назад, они играли с «Нефтяником» 4-3, уступили, интереснейшая была игра. Ну а сегодня «Буровые технологии» играют со «Скифом», который просто рвет и мечет. Камо Брайан! Камо Брайан пятый мяч забивает на 70-й минуте матча. Камо Брайан делает счет 5-1 и уходит Камо Брайан. Меняют его Павел Шепталов, опытнейший футболист, под номером 32 выходит на поле. Ну а Камо Брайан, как говорится, «Мавр» сделал свое дело. «Мавр» может уходить. Менее 20 минут еще играть в этом матче и Павел Купряев оказался на позиции центра форварда, но пробил, как говорится, к звездам. Пробил в своем стиле. Павел Купряев, мы знаем, иногда издали может попасть так, что никто не может попасть, а с близкого расстояния порой промахивается. Перекладина сейчас спасла Павла Куликовского и команду «Скиф» от второго пропущенного мяча. Сергей Махов досадует. У Сергея Махова ничего в этом матче не получается, кроме как гола на первых минутах. Ну а сейчас Сергей Белов оказался в центре штрафной площади и после прострела переправил мяч точно в цель. 6-1, 6-1 Александр Николаев. Раздосадован. Негодует и Кирилл Григорьев. 6-1 команда «Буровые технологии» проигрывает. Нынешней зимой проходили матчи чемпионата Сергея Скорона по мини-футболу. И вот там «Буровые технологии» сумели навязать борьбу с «Кифу». Там сумели они сыграть в ничью и выиграть у подопечных Андрея Петрова. Но вот на Большой Поляне ничего не могут поделать с полосатыми их соперники. Пока никто не может в этом году выиграть у «Скифа». «Скиф» по-прежнему остается непобедимым. И команда «Скиф» в очередной раз идет к своей виктории. 6-1, 6-1. И как мы видим контролирует мяч. Футболисты «Скифа» возле чужой штрафной площади. Андрей Петров. Но они уже просто завести мяч хотят. И Сергей Белов не попадает с близкого расстояния. Кстати, замена вратаря произошла у «Буровых технологий». Александр Николаев, получивший 6 пробоин, ушел с поля. И вместо него в игру вступил Денис Панков, который недолго остается сухим. Сергей Белов на 85-й минуте отправляет седьмой мяч в ворота. Ну и Денис Панков показывает партнерам, что ничего он не мог поделать. Ну и Александр Николаев с ним согласен. Завершается матч. Последние минуты идут. Завершается игра под аккомпанемент беспрерывных атак сине-белых. Скиф по-прежнему в чужой штрафной. По-прежнему игроки с мячом. Сергей Белов падает. Показывает арбитру, что, наверное, пенальти надо назначать. Но Алексей Генералов не преклонен. Нарушение правил никакого там не было и в помине. Последние минуты матча идут. Камо Броян ушел с поля и Камо Броян уже на трибунах. Смотрит за действиями партнеров. Алексей Генералов дает финальный свисток. И так со счетом 7-1. Скиф одержал победу. В этом матче Скиф был наголову сильнее. Буровые технологии, конечно же, сражались. Но противостоять Андрею Петрову и его товарищам было в этот вечер невозможно. Ну что ж, друзья, на этом программа Овертайм подошла к концу. Вы смотрите все забитые мячи в этом матче. А нам остается только попрощаться. Смотрите нас каждую среду и воскресенье на телеканале Радуга-3. С вами был Дмитрий Сурков. Увидимся через неделю, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok